Меня слышно нормально? Да. Хорошо. Меня зовут Антон. Я представляю стартап MacBook Server. Это технологический стартап для мобильной разработки по деклам. Это не реклам, поэтому не буду рассказывать детали. Дело в том, что мы достаточно маленькие. Мы занимаемся этим максимумом всего два года. Причем большую часть этого времени мы были не полностью заняты, работали в других местах. Поэтому наш опыт – это опыт маленького стартатора. То есть, честно, маленького. Мы не вкладываем в это миллион и все такое. Но у нас есть результаты. Мы двигаемся сильно вперед. И я хочу сказать, как на таких ранних стадиях действовать, на мой взгляд, адекватно. Я хочу не просто сказать, как это было грубо или что-то еще. Это не будет история. Это будет рассказ о том, какие инструменты мы использовали для конкретных проблем. И у меня первый вопрос. А сколько из вас являются участниками или владельцами стартапов маленьких? Это клево. В общем, я рассчитываю, что вам это будет полезно. Потому что в крутой компании, в принципе, такие инструменты уже есть. Просто они на порядок важнее в связи с потребностями этой компании. Собственно, ну, про стартапы. То есть, я хотел впечатнуть важную вещь, что я не про крупную компанию, которая уже стабильно работает, получая прибыль. Мы штабируем, по сути дела. Я, правда, до того момента, как вы получили работающую бизнес-модель. Ключевая разница в том, что пока у вас нет работающей бизнес-модели, для вас прибыль не показатель. Потому что обычно компании, которые масштабируются, основной критерием – это прибыль. И вы можете сказать, мы получили втрое больше прибыли, вы молодцы. Здесь вы не можете это использовать, потому что вы просто строите то, что еще не факт, что продастся. И стандартные подходы не подходят. За это время мы столкнулись с несколькими вопросами. Я выбрал несколько самых важных из них, и именно на них я хочу ответить. Они связаны с тем, что, на самом деле, мы делаем что-то непонятно, делали ли мы до. И делаем ли мы вообще какой-то прогресс, или мы идем в другую сторону. А что самое главное, мы не миллионеры, и нам надо понимать, сколько нам надо денег, есть ли они у нас, или нужно пойти искать инвестора. И когда это стартап, когда у тебя нет финансового директора, который все это дело посчитает, это большая-большая проблема. Это было так для нас, и как раз вопросы на эти ответы я хочу задуматься. Первый вопрос. Создаете такой успешный бизнес? Потому что каждый день просыпаешься и думаешь, блин, оно нужно, а вообще взлетит, взлетит. Ну, в общем, ответ для меня был простой. Черт его знает, да? Как только я его создам, я его знаю. Но я понял со временем, что я, по крайней мере, могу убедиться в том, что я не делаю полной фигни. Потому что, ну, единственный способ сказать, что этот бизнес зарабатывает, будет создать его. Ну, идея как раз в том, чтобы применять как-то раньше. И есть способы, отвечая на вопрос, убеждаться, что ты не делаешь совершенно глупых ошибок. И, собственно, об этом. То есть у вас будет кубиков, вы можете сделать много всего. Вы можете что угодно собрать, что именно собирать. Ну, не делаете ли вы какую-то, не знаю, колоссу на глининых ногах или что-то еще. И ответом на этот вопрос являются две вещи как раз. Это Canvas. В моем случае я использую Lean Canvas и чуть-чуть о нем расскажу. И, собственно, метод работы по нему Lean Startup. Canvas. Я не буду рассказывать ему подробно, потому что это не лекция, это Experience Report. Но в конце будут ссылки, где об этом все подробно можно прочитать, как это заполнять и все такое. Это вариации на тему стандартного бизнес-модел Canvas для небольших технологических стартапов. Ну, нет, не технологических, технических стартапов. Именно стартапов в сфере IT. Разница в том, что здесь, например, нет фокуса на такой вещи, как channel, то есть канал доставки, или, например, key-partners. Потому что, когда вы делаете IT-стартап, по-моему, зачастую партнеры не нужны. Вы просто его должны сделать. И это очень клевая вещь, потому что она задает те вопросы, ответы на которые обычно у IT-стартаперов отсутствуют. Потому что, если вы бизнесмен, инвестор или еще, вам нужен бизнес новый Canvas. Lean Canvas, он минималистичный, и поэтому там слово Lean есть. И Lean Canvas очень хорошо работает именно в паре с Lean Startup. О нем все позже. Собственно, как с ним работать? Ну, логично, это шаблон, и его надо как-то заполнить. Вы заполняете. Не вчитывайте в этот текст, это просто пример заполнения. Вы видите, что здесь какая-то картинка, что-то еще, но что здесь важно? Важно понимать, что это. Это видение вашего бизнеса. Как вы это видите, когда он будет создан? То есть, прежде чем что-то делать, отвечает вопрос, а как это будет работать, когда все уже будет готово? И это вот средь вашего бизнеса в будущем. Вы такую идеальную картину представляете вселенную. И часто на тренингах, где я был, я сталкивался с такой проблемой, что люди заполняют и говорят, ну все супер, можно двигаться дальше. И они его держат на стену и начинают впоследствии воплощать. И это очень большая проблема, потому что каждый из этих пунктов, тут два пункта, тут три пункта, это всего лишь предположение. Предположение о том, как это будет. Если вы посчитаете, сколько здесь предположений и прикинете, что вероятнее даже 50 на 50, что вряд ли, вы поймете, насколько велика вероятность того, что в целом ваша бизнес-модель жизнеспособна. И поэтому необходим, совершенно необходим подход к линстартапу. Кто использовал линстартап на практике? А кто про него слушал лекции, читал книжки или что-нибудь в этом духе? Ну, уже лучше. Я немного тогда расскажу все-таки об этом. То есть, как я сказал раньше, вот это все гипотезы о том, как будет выглядеть ваш бизнес, когда он работает. Потом вы говорите, хорошо, гипотеза это прекрасно, но на самом деле ни в чем в этом нельзя быть уверенно. Вы берете одну гипотезу. Например, такую связку, что тут написано метод дебано из коробки. И мы говорим, что наши касты говорят, что те, кто знают, что такое метод дебано. И делаем линстбейдж, на котором написано, вот, вы на плате 10 долларов, и мы вам тут же готовый метод дебано доставляем прямо до меня, и вы начинаете им пользоваться через 5 минут. Ну, там красивые тексты, картиночку стандартную. Сделали такой линстбейдж и пустили туда, например, с какой-нибудь форумом, где 3 активные люди сидят, трафик. Десять тысяч человек получили там рекламу или что-то еще, и смотрите, а вот сколько из этих людей вам оставил свой e-mail. И тут есть два варианта. Либо вам оставили там вообще никто не оставил e-mail, и тогда вот ваша идея о том, что тем, кто знает, что такое дебано, нужен какой-то там метод дебано из коробки, она ничего не стоит. Ну, и, соответственно, вам оставляют много e-mail, и вы уже смотрите, понимаете, насколько это эффективно. В чем здесь прелесть? Дело в том, что вы не просто получаете подтверждение гипотезы или ее провержения. Прелесть в том, что если вы получаете подтверждение, вы получаете его в цифрах. То есть, когда вас спросят, а какая у вас конверсия из посетителей сайта в каких-то потенциальных клиентов, вы скажете 5%, и это кусочек вашей бизнес-модели. Я об этом немножко позже расскажу, но подчеркну, что уже когда вы нарисовали вот здесь вот эти вот данные, и начали в интернете спускать какие-то опросы, ходить по конференциям, спрашивать у людей, собирать статистику, вы собираете цифры для вашей фильм-модели. То есть, это не тупо нарисовать и попримерять формально, это выстраивание вашего бизнеса будущего. Проект цикла, да. То есть, вы что-то предположили, это идея. Людям нужен метод дебано. Кто знает, какой метод дебано? Гляньте, вот этот блок-стартап, он бы не сработал. Потому что, ну так, это реальный камер, с которым мы делали, мы его, кстати, улюбили. Этот метод сэкономил мне год жизни, потому что его воплощение у меня будет полгода. Я на неделе его убил, и он еще раз нужно потратить это время. Короче, у меня была идея, метод дебано. Мы должны что-то создать? Создать можно софт, MVP. Крупные компании делают так. Они делают целые готовые решения, выкапывают его на рынок, но они, конечно, готовятся к этому намного более чаще, чем мы. Мы же делаем, например, прототип на бумаге. Делаем наборы скидов и показываем людям. Или лейтинг-плей за полчаса в готовом сервисе делать. Что угодно. В B2B, кстати, в лейтинге создать зачастую анкета, с которой вы приходите к министру, чиновнику, скопоставленному лицу и начнете говорить по этой анкете. Можно сказать, что создай — это что угодно создай. То есть не обязательно это сайт, софт или что-то в этом духе. После этого вы получаете такие продукты как раз. То есть анкета, сайт, MVP, целый сервис может быть. Вы его даете людям, клиентам, общаетесь с ними, собираетесь в лейтинг, получаете некие цифры. Это очень важный момент. Нужно измерить. Нельзя просто выложить и сказать, ну мы сделали NextPage, нам нет и дальше. Нет. Вы должны получить какой-то ответ. Работает, не работает, кто не то, для кого работает, для кого не работает. Когда вы поменеете, вы получите данные. Сколько людей пришло, кто ответил да, кто ответил нет, что они сделали. И после этого наступают еще более важный этап. Вам нужно понять, что это все значит. Потому что, когда вы делаете вот этот эксперимент, по сути, делаете цикл такого обучения на основании эксперимента, вы вначале делаете некие предположения. Как я говорю, нужно, нет, нужно. Когда я сделаю такую страничку и там будут оформления e-mail, мне могут наставлять кучу e-mail. Но я не буду уверен до конца в том, что это из-за метода добано люди это хотят. Потому что, может быть, я сделал такую красивую картинку, что людям просто стало любопытно, что это, и они поэтому оставляют свой e-mail. И вам нужно очень четко уметь обучаться на основании этих данных. Для меня обучение, я не маркетолог, я технологий вначале. Поэтому артисты для меня будут вначале темный лес. Основное обучение было для меня в том, что чаще всего лейтинг-пейдж не работает. То есть я делаю, люди приходят и вообще их не оставляют. Но я понимал, что я просто мог фигово сделать лейтинг-пейдж и ничего не понятно. И я делал по-другому. Второй, третий раз. Запускал параллельно несколько экспериментов. И понимал не только, какие цифры конверсии в зависимости от моего продукта, но и так же понимал, что слова и картинки, которые там будут размещены, даже то, как они будут размещены, могут очень сильно влиять на конверсию. От 50% до нуля только за счет изменения положения элементов на странице. Для технологий это нечто вроде как новость. Я понимаю, что паркетологи, наверное, сейчас про себя думают. Блин, того же он не видел. Но для меня это было так. И вот этот этап обучить, он очень важен. Потому что в нашей команде одно время был паркетолог, и когда он видел те инструменты, которые мы делаем, он говорил, вы делаете это бессмысленно или сейчас ни на что не повлияет? Но когда мы это сделали, мы получили увеличение конверсии в полтора раза. После этого мы перестали с ним работать. Ну, как-то зачем? Хотя паркетологи полезные люди, просто на другой твоей компании. После того, как вы, вот, ваш камень в Савари и начали его проверять, вы получите что-то вроде этой картины. Какие-то гипотины подтвердятся, какие-то опровергницы. И вы начали их выкинуть оттуда. А что вы сохраните? Мы это тут в людей и галочку можно ставить. В итоге вам нужно получить везде здесь зеленые галочки. Но что еще важно понять, что когда вы понимаете, что ваши основные гипотины, основные предположения о том, что нужно и кому нужно, опровергляются, не выкидывайте все целиком. Возможно, вы не ошиблись в целевой аудитории, но ошиблись с предложением. Попробуйте иначе. Узнаете у людей, почему они отказали. Что бы они хотели в этом духе, но почему они сказали нет. Это особенно важно в B2B сегменте. Когда вы работаете с министром, и вы ему говорите, мы сэкономим ваше время. Ему не нужно экономить время. Он все равно будет работать 20 часов в день без вариантов. Ему нужно, например, повысить производитель его сотрудников. А вы думали, как там оптенсировать, короче, сотрудники бы тоже начали прокачиваться из-за того, что вы хотели предложить. А вы просто не спросили нужный вопрос. То есть, ваша задача не просто прочитать все, что вы написали первый раз. Ваша задача за счет обучения выкинуть глупости и какие-то речи дописывать. По статистике такая, средняя температура в больнице, 43-й вариант Canvas оказывается рабочим. То есть, когда вы первые 20 выкинули, ну, короче, окей, были. Вы все еще в порядке нормы. Когда вы все это закончите делать, в середине будут стоять определенные галочки. Не просто определенные галочки, а подтвержденные с цифрами конверсии, цифрами посещаемости, стоимостью привлечения одного лида на сайт, или, не знаю, стоимостью контакта с одним клиентом, если это другим. И, что еще важно, не просто с цифрами конверсии, но даже с текстами, картинками. То есть, у вас, в принципе, продукт, его внешняя часть будет готова. Что считали здесь? Вы все еще не написали не против кодов. То есть, программист здесь в принципе все еще был не нужен. Здесь, по-моему, был проект доклад, как что-то там узнать, померить, без программистов. Это очень важно. Программист здесь делает одну очень важную вещь. Лично мне это было полезно, но они нам программируемые помогли мне очень быстро проверять гипотезы. Я тратил на неделю на свой сайт, а мы делали его за полчаса, быстро, очень. И мы проверили десятки гипотезы. Это было очень хорошо. Очень быстро. Собственно, я хотел бы рассказать про то, что мы сделали на основе эти вещи. То есть, казалось бы, бла-бла-бла, просто комплектный результат. Одна из историй. В прошлом году, в феврале или в марте, мы поняли, что то, что мы делаем, технологичное решение для iOS. У iOS разработчиков оно вызывает одну из двух вещей. Либо они говорили, что это невозможно, либо они говорили, что я не понял. То есть, мы говорили им те же. Типа, «Continence integration для iOS». Они спрашивают, что он для iOS. Мы поняли, что окей, хорошо, не ясно. Когда мы объясняли, что такое «Continence integration», они говорили, мне это невозможно, я это запрещаю. И это, естественно, очень мешало продажам. Ну, по понятным причинам. И мы решили, что надо это. Надо показать людям, что это возможно. То есть, мы не могли сделать свой продукт для V2B, для команд, для бизнеса, которые зарабатывают на этом. Максимум, спецификах решения. Но мы решили, что мы возьмем его маленький кусочек и сделаем его доступно. Для всех вообще. Но там будет не куча текста, которая будет что-то нам рассказывать. А там будет формочка, которая будет позволять это делать. И мы сделали такую вещь, как форма из трех этапов. Вы на первом этапе вводите URL любого OpenSource iOS Repository и нажимаете кнопку Next. И после третьего нажать на кнопку Next вы получаете всегда на айфоне мобильное приложение из этого OpenSource Repository. Мы это делали, ну, примерно, две недели по вечерам. То есть, вы можете прикинуть, у нас там три человека работало по вечерам, часа по три, четыре, как две. Вот это пятьдесят человек, вот это пятьдесят человек в день. Вот это восемьдесят человек в день. Мы не потратили на маркетинг, на рекламу. Ни рубля. За это время... В этом фильме. За это время мы получили полумиллион улыб. Как, да? Казалось бы, что мы здесь увидели? Здесь мы завели эти формы. Здесь мы здесь, но сначала никто не знал. Ну, все окей, да. То есть, было пятьдесят человек, осталось пятьдесят человек. Ничего не поменял. Появилась панель присылочка, никто не увидел. Здесь мы подумали, блин, надо сказать кому-нибудь об этом. И мы такие, а кому это надо? И мы поняли, что, блин, вот эти OpenSource чуваки, они делают очень клёвую вещь. Они делают супер привожение, супер набороченное, но их не пустят в App Store, потому что у них там это решение не супер красивое, и они не хотят на этом зарабатывать, делать не лицензии и все такое. А клиентов, которые хотят, судя по форме, это просто вот до фига. И мы сделали такую вещь. Мы пошли к конкурсу с чуваком, с адрегатом, а вы не хотите у себя вот репетитория разместить совершенно бесплатно кнопочку «Установить положение». И они на главной странице своей репетиторией разнестили кнопочку из стола, которая вела к нам на форум. На первый ее этап с им заполненным тюрелом этого репетитория. И мы дошли вот до сюда. Мы думали, что там пару тысяч человек в день у нас будет, при проверке не хочется, нам этого хватит. Мы дошли до сюда, и все же начали умирать. Ну просто он перестал справляться. Мы думали, там будет тысяча человек. Здесь примерно полторы-две тысячи идет. Мы подумали, ну надо это людям сделать хорошо, и за неделю чуть-чуть сделаем сервис более масштабированным. Убрали подкор, какие-нибудь и все такое. Вот здесь мы добрались примерно 15 тысяч. И уже с их качеством более-то офигели от этого ребенка. И потом, когда мы с вами масштабировались нормально, вынесли к данному ритуалу. Здесь у нас редактива через 50 тысяч на 80 тысяч вышли. Все это время мы не тратим ни выгряда на увеличение клиентов. Вопрос в конце, хорошо? Я готов ответить, что такое. Это в чистом виде такой прием маркетинга, или как называется, viral loop. То есть по-умному говорят, но это viral loop не какой-то там на контенте, ни о чем-то еще. Мы за счет того, что проводили последние эксперименты, мы поняли, что есть вот эта ниша. Людям это надо. Мы с open source'ами прообщались, с сетьми, и мы увидели зазоры. Колоссальная аудитория, которая хочет, то, что есть совершенно бесплатно open source'еров. А open source'еры, они же для того и делают, чтобы людям сделать это хорошо. Они тоже хотят. И здесь была дыра. Мы просто поставили закрывать ремнику, и трафиках тынул. Потому что результаты вот такие. То есть мы получили кучу трафика. Но сам себе трафика нам не нужен, потому что на тот момент у нас не было монетизации. Это было NDP. Можно сказать, что мы потратили 500 тысяч посетителей, фактически их федесов было ближе к миллиону. Совершенно напрасно. Честно говоря, так и есть. Мы даже не повесили рекламу. Мы посчитали, мы тогда за вот этот вот период получили там, что-то, тысяча четыреста долларов. То есть нам было очень обидно, когда мы поняли, насколько мы потрачили. Но наш тель была в другом. Мы за счет этого трафика проверяли огромное количество гипотекций. Изучали, что этим людям надо. И важная вещь, которую мы сделали, это мы нашли совершенно новую интересную для нас нишу, о которой мы даже не могли догадаться, пока не сделали это. Эта ниша была в том, что людям очень нужны OpenSource решения, они готовы за них платить. И не только OpenSource, а есть куча людей, которых не пускают WebStore, это торреты клиенты, это биткоины пушенки, и за них готовы платить, и люди хотят на них зарабатывать, но не могут. А у нас, оказалось, уже готовы решить за них. И это в отличие от нашего базового решения не B2B продуктов, у тех клиентов в мире 100 тысяч, например. А практически вся выставляет он пользователь. Вы можете оценить разницу в масштабах. И что еще важнее, в этой нише нет конкурентов. Лояльность этой истории подтверждается тем, что о нас сняли ручьи видео, написали на японском, испанском. Я не видел, я не стал слить, в какой-то момент, о нас написали, написали про нас такие мы крутые, как мы им пользуемся, и все такое. Сняли про нас видео на YouTube. И что еще добавнее, когда на форумах где-то говорят, типа они какие-то странные, что-то они делают, люди побегают какие-то непонятные, незнакомые нам люди и начинают нас защищать. Говорят, что они крутые, они дали нам OpenSource. Эта история лояльна настолько, что они просто отстаивают нас, даже если мы их не знаем лично. То есть, это чисто заслуга связки вот этого процесса. Это вот реальный результат. Двинусь дальше. Еще одна проблема для нас, как измерять прогресс. Мы измерили в такой замечательный маторский бесконечный скромбар, я его не навязывал, он может сидеть часами, и в стартапах так часто бывает. Мы измерили в цель, и все такое, когда мы, Василий, ничего не знаем. Каждый день спрашиваешь, через 2 недели каждый раз. 2 недели, 2 недели, все будет готово. Это большая проблема, я сам такой. я сам уверен, что через 2 недели все будет готово, и тут я понимаю, что опа, там новый кусок функционала надо сделать, мы про него забыли, еще плюс неделя, не классик. Ответ для меня очень простой. Карта целей. Ну, это так, просто как пример. Карта целей выросла из военного свидетельства немецкого. Я не прогрессую это словосочетание, я не знаю, как говорить, но выглядит она вкратце так. Не вкидывайтесь, это важно как стратегический вариант. Что она себя представляет? В конце справа увидите цель. Кто выбирает? У нас на тот момент, это давнейшая счет карта, нам нужно 100 годовых оплатенных подписок. Это была наша цель. И мы будем конкретизировать, прямо вы знаете, критерии SMART для спранировки целей. Кто не знает, вы найдете в интернет SMART. Вот эти цели, они должны спранировать по SMART. И мы думаем над тем, так, идеальный результат, вот такой, что мы хотим, мы ответили. Так, теперь мы думаем, у нас тут нету даже близка, а что нам для этого надо? И мы начинаем ответить, какие цели должны быть достигнуты, чтобы вот эта цель стала возможной. Мы выписываем несколько здесь целей. Раз, два, три, четыре, пять. Для нас тогда было так. И мы всихоньку разворачиваем ее все дальше влево, 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 пока наконец не доходит до настоящего момента. Эти цели, незадачи, помните? То есть это не или писать там бла-бла-бла, а 100 проплаченных клиентов, или пять клиентов, которые болят сердцем постоянно. То есть что-то, что уже существует. Мы представители идеальной ситуации, и что нам уже существует. Это намного проще, чем планировать конкретные шаги или что-то еще. То есть это вот как цели. Вечина-следственная связь. Если у нас есть это, то мы можем достичь этого. Итак, поехали. После того, как мы ее нарисовали, она вся еще не выполнена. Вот вы здесь сейчас, у вас есть там пять текущих целей, которые ни одна не достигнута. Потом вы уходите вправо постепенно. И по мере того, как вы достигаете цель за целью, вы начинаете красить, в зеленый, например, в нашем случае. То есть вот эта карта в какой-то свес времени. То есть у нас цели идти за все эти зелененькие. Есть те, которые в фокусе, розовые. И мы здесь отметки времени с вами, чтобы понимать, а мы в строк или не в строк. Казалось бы, это достаточно глупой инструмент, потому что обычный рок-мейк просто осветление. Казалось бы, ничего хитрого. В чем разница? Это должно быть интерактивным. То есть он меняется каждую неделю, потому что мы что-то поделали и поняли, что мы были в корне неправды. Основная фишка стартали, что вы учитесь, вы начинаете видеть по-другому, понимать по-другому. Каждый ваш инструмент должен поддерживать переработку по 10 раз на дню. Причем не в вашем, не в одиночестве, то есть если вы там сидите, в Москве, а команда у вас в Америке, если у вас в источнице сильнее, это бесполезно. Вам нужно вместе с командой все это двигать, обсуждать, комментировать. Я опять использую Google Dropbox. Я уверен, что их наоборот более хорошие инструменты, но главная идея, что когда мы с командой построили вот такую пашку целей, каждый разработчик знал, что и зачем мы делаем. Даже если инспектив, у него в этом не было. И с того момента у разработчиков перестанет возникать вопросы а на длинный манифакции, а почему мы не задали в этом мнении, а кто на все. Он просто видит, что и зачем мы делаем. Причем не только сейчас, он понимает, куда им дальше придет. И разработчик начинает нам говорить, типа, а вот если мы сейчас здесь так сделаем, то у нас потом этот подход сломается. И люди в команде начнут принимать решения. Это очень важно было для нас вместе с людьми, вместе с командой этот инструмент построить и использовать его на регулярной основе. Ну, пример такого конкретного аспекта. Если какие-то сяги, все такое, со стороны фигня. Но если вы начнете строить сайт такую вещь, вы поймете, что она очень клевая. Строите ей очень легко. Потому что это фантазирование. Как оно должно быть? Это не планирование в никаком смысле. И прогрессом изменять по мнению того, как вы докрашиваете блоки зеленым. И чем больше у вас зеленых блоков, тем лучше. Верите критические пути, увидите проблемы. Это намного удобнее, чем план, который мы пытаемся в последствии выполнять. Самое интересное, что делать с финансами. Крутые компании используют очень клевые финансовые отчеты. Если посмотреть и на рекорды, и как они отберутся. Я этим занимался для ауксурсниковой компании, ну и продуктовой компании. И вот честно, финансовый директор тратил на анализ такой штуки. Вот профессионал, финансовый модель, и выглядит пол недели минимум. То есть мы там что-то поменяли, пересчитали, какую-то ставку разработчику перекинули, он там на война попадает, чтобы понять, что там поменялось. Для стартапа это просто неприменимо. Во-первых, где вы возьмете финансовый директор, если у маленькой компании? Хорошо, вам повезло, вы финансовый директор. Но вы что, только финансовыми отчетами будете заниматься, или как? Это нереально. И поэтому мы для себя начали придумывать какой-то упрощенный вариант этого всего дела. Я подчеркиваю, мы не начали придумывать что-то новое. Мы реально брали стандартные финансовые отчеты и просто вырезались из них все, что нам сейчас просто не нужно. Базовая идея. То есть то, с чего стоит начать. Сколько вы уже тратите, и сколько вы зарабатываете. Логично, в любом домашнем бюджете такая штука есть. Считается легко, а комментирует здесь что-то и нужно. Что как считать? Но есть проблема. Если, например, продукт вы еще только делаете, и он будет у вас через месяц, или через два, через три, у вас еще нет фактических данных, а хотелось бы узнать, что там будет. Собственно, здесь появляется самая интересная вещь. Здесь появляются метки. Метки продукта. Если оглянуться на один танго, то метки там были в одном блоке всего. Но они несут ключевую роль. Почему? Потому что вы должны на самом деле каждый ваш продукт оформить в таком виде набор метрик, которые вы меряете, которые влияют на разработки или чем-то еще, и фактически итоговый результат ваш финансовый. Сколько вы заработаете, сколько вы потратите для поддержания продукта. Почему это важно? Потому что вы не знаете, какие метки у вас будут на самом деле. И это будут ваши припользователи. Вам нужно иметь не два варианта, как здесь, а 10. А что, если конверсия будет не 0,5, а 0,1? А что, если клиент будет не 3,5, а 10? Вы должны задать ответ на эти вопросы. И всегда, вы должны непрозможность подставить диск, получать ответ. Заработаем миллион за месяц, потеряем ответы счет за месяц. Хорошо, легко находить ответ на этот вопрос. И опять же, это должно быть достаточно легко и интерактивно. То есть, для каждого вашего продукта в нашем случае два. То есть, у нас один продукт получается чисто B2B, и в нем тупо количество продаж собственно дает нам ответ. Другой – 200. Когда же он массовый, и там уже играют методы бюсишные. То есть, конверсия и количество трайфов людей. Как я говорил, помните, на лейтбэнде вы эти считали. Вот эти вот цифры 2000 – это просто тот трайфик, который у нас был статично без всяких фактик маркейзов. Это такой план минимум. Конверсия 05 – это пессимистичный вариант того, что мы получили проявляемые люди бодицы. Кстати, по поводу бодицы за то, как получить конверсия 05. Когда мы сделали это исследование про то, что людям нужно, мы сделали такую вещь. Мы сделали лейтбэйш, где было три приложения нарисовано в консульсах, и написано «Платите нам 10 долларов, и получите к ним долг». И у нас не было никакой системы за это. Это была статическая страничка. Мы просто скомпилировали один раз эти три приложения, и когда люди нам платили, мы давали им доступ. То есть, по почте присылали ссылки на установку. То есть, мы с помощью лейтбэйджа смогли протестировать не просто идею о конверсии, а фактический финансовый поток от нашего трафика. 05 – это то, что мы получили на голом лейтинге без системы. То есть, сделать систему хуже, чем голый лейтинге будет тяжело на самом деле. Нужно постараться, чтобы использовать все вообще. Это наша специалистичная оценка. Я знал, что ниже этого мы не упадем. И это намного больше, чем обычно бывает в стартапах. И это потреба, поскольку, понимаете, два дня работы лейтбэйдж и приложение. Все. То есть, это конкретный продукт и варианты его существования. различные трефиценты. Иногда вариантов будет пять, когда десять. Сколько вам нужно, чтобы построить разные варианты сходить. Что дальше? Дальше затраты их наразивания. То есть, у вас есть какие-то статичные затраты. Там, не знаю, зарплаты, людей, оплаты квартиры, на сервисы, всякие амазоны, и все такое. И последней срочной единственное, что известно из настоящему, это то, как вы планируете создавать ваш сервис. Например, вы говорите, хорошо, в январе у вас будет конверсия, у меня поход на 0,25, и останется в сторону трафика. И мы получаем, что мы здесь заработаем какие-то смешные деньги, 6 тысяч рублей. Хорошо. Окей. В следующем месяце мы планируем доработать сервис и увеличить поток трафика, увеличить свой доход. Хорошо. Это все легко считается, пока ничего видно. Я никого не потерял, да? Исходя из вот этих цифр, мы легко считаем вот этих. затраты основываются на этих вещах. У нас есть понимание, сколько нам стоит обслуживание числа клиентов в зависимости от их потока. У нас просто единственные фактически затраты это заплаты сотрудника, который получает за обслуживанный клиент, студент, не понял, потому что работает, нажимает на кнопку, и оплата лицензий, которые ровно профессионально к числу пользователей. То есть мы считаем очень легко. В любом бизнесе фактически это относительно легко считается. Вот эти затраты и конкретные продукты. И, соответственно, доходы. Доходы считаем в числе где-то показателей. То есть мы здесь говорим число клиентов, которые активно обслуживаются, знаем сильнее чек клиента, умножаем его, получаем доходы от того продукта. И здесь вот эти предположения о показателях. То есть мы берем их, используя ту форму, которая была раньше, мы считаем, сколько мы получим доходы именно от этого продукта. По местам. Вы можете сказать, хорошо, мы продавали декабры, мы не будем в него что-то заработать. Вы стараетесь в цифру, пишете здесь конверсию 0, у вас есть система конверсия 2 и 0, и у вас план пересчитывается будет, исходя из этого. И потом все это будет вместе. Доходы и расходы, комиссар. Вот любейший формат. По сути дела, это самая примитивная формат и я даю это только как возможно, на мой взгляд. Что вам это дает? Вот это все надо ввести в онлайн документах. Там, где ваша команда, вы, ваш инвестор, если у вас есть инвестор, будет это видеть. Потому что это место вашего общения. Опять же, разработчики, когда начинают видеть эти цифры, в них отпадает очень много вопросов. Отпадают вопросы мотивации и всем таким. Они видят, что они делают на карте целей и как это можно поверить в деньгах. И это для них очень важно. Что для вас здесь? На самом деле, вот для меня есть свой вопрос. Нужны мне инвестиции? Если нужны, то сколько? И я просто считал своим итогом каждом месяце, с какой у меня будет баланс. Ну и здесь я понимал, эти цифры, конечно, поддельные, но я понимаю, что здесь примерно 150 тысяч инвестиций и у меня все будет хорошо. То есть я найду вот навсюду нормально. Учитывая, что все показатели здесь взяты пистемистичными. То есть даже в худшем для меня варианте, ну если, конечно, мою команду не будет, у меня не будет никуда, это еще хуже, но это ответ на вопрос. Сколько денег? Я думаю, любой из вас скажет, сколько здесь надо денег. Это один пример инструментов. То есть, естественно, вы можете сделать более хороший для вас, чем проще, тем лучше. Вот это важный момент. Выкиньте все лишние стандартные, что-то активное. И что еще важно? Это три инструмента. Есть еще много других инструментов, на самом деле, полезных, клевых, но важно понимать, что они не сами по себе. Они все связаны. То есть, в великанусе вы заполняете какие у вас будут люди, что там с ними будет происходить, и по листу стартапа проверяете. Все вот эти проверки вы отражаете в каждой цели. То есть, проверить гипотику в такой блок, потом мы сможем проверить такую гипотику, следующий блок, и движетесь по нему. Если вы проверили, она оказалась неверна, удалили кусок карты и перепланировали. Не всю, а только кусочек. Это гиперс как раз. В том же Минканклесе есть блок про ключевые метрики. И когда вы рисуете финансовую модель, их необходимо учитывать. А во время работы по методологии вид стартап вы получите ответы на то, какие же значения ключевых метрик мы можем достичь. Причем, у нас были реально кейсы, когда без разработки совершенно будет расстраивать всю финансовую модель. То есть, мы знали, сколько нам стоит привлечение одного клиента, сколько потенциально один клиент можно нам принести, исходя из того, что мы там даем, какая конверсия пессимистичной расставленной платежи, и мы убивали бизнес до того, как хоть что-то написали. Потому что было ясно, что клиент нам стоит 3 доллара, а его привлечение 3 доллара, а заработает он нам 1,5 доллара. И вот, собственно, нафига. Кстати, все знают про мобильное приложение, и App Store, и все такое. Это самый пристроенный фактор, который в последнее время был выяснен. В среднем, привлечение клиента в App Store в совершении покупки именно для приложения ценой в 1 доллар. Привлечение клиента в таком приложении стоит 3 доллара. Вы понимаете, насколько странная ситуация. Мы стараемся делать приложение, тратим миллион найк, выкладываем в App Store, и зарабатываем на каждой покупке 1 доллар. А платим мы за эту покупку 3 доллара. 2 доллара. И это ответ на вопрос, почему большинство приложений в App Store неудачны. Потому что изначально финансовая модель это вот эта дра. Что вы не сделаете, вы не сможете закрыть ее, победить, что-то еще. Еще одна вещь, которую я хочу сказать. То, что вы делаете в стартапе, представляете себе следующую вещь. Вы рисуете картину того, что вы хотите получить. Понимаете, что вы находитесь здесь, картина здесь. И начинаете идти к ней, проверяя шаг за шагом. Она может смещаться. Помните эти картинки про страны, где там цель движется в теме минуты, конъектировать цель. Один в один фактически. Вы рисуете себе цель, написаете себе заказчик. И начинаете следовать с рынок, понимая, что ваше понимание цели смещается. В какой-то момент вы понимаете, что все, на сейчас цель можно зафиксировать. Там еще могут быть конъектировки, только небольшие. Ну, потому что вы все уже проверили. И как только вы смогли вот эту бизнес-модель проверить, как только вы смогли ее заимплементить и начать получать первые платежи в соответствии с этой моделью, вы переходите, по сути дела, из стартапа уже в масштабировании бизнеса. К сожалению, часто очень, не проверяя бизнес-модель, начинают делать бизнес и масштабировать его. И в какой-то момент выясняется, что в модели есть дырка. Dropbox сделал такую ошибку в свое время. У них вложили кучу денег и после вложения инвестиций они выяснили, что у них ценатное лечение клиентов в три раза больше, чем они думали. Это немного обескураживало инвестора, но они выбрались исправили модель, все такое. Но вы понимаете, то есть инвестор думает, он вложил 100 миллионов, получит 200 миллионов на выходе, а оказывается, он вложил 100 миллионов и получит 50 миллионов. То есть такая компания про уничтожение инвесторских денег была. И очень часто легко аналитим ошибиться. Большинство стартапов из тех, которые я видел на питч-сессиях, как эксперт, еще ошибаются на этом. Они не знают, сколько стоит привлечение клиента и сколько они на нем заработают. И они мечтают, фантазируют, но они изначально преграли. Постройте эту картину себе, свяжите все это в единое, это ваш бизнес, это единая картинка. По инструментам. Я говорю, что инструменты должны быть сенсоративны. Если вы вживую, вам хорошо, вы можете сесть и рисовать. Мы распределенные, у нас люди в Минске, в Норвеге, в России, в разных городах разбросанные. И поэтому нам вживую собраться, мы люди, мы можем, но слишком редко. Мы не можем тратить деньги на каждые недели. Используйте первый инструмент. То есть моя рекламентация. Может быть, возьму что-то потом для рекламы. Read Canvas делается в инструменте названием LensTech. Это интерактивная доска с высшими бесплатами. Можно пользоваться, обсуждать с людьми. Там есть какой-то зависитый план на количество людей, но я не столкнулся с ограничением ни разу, поэтому не думаю, что вам тоже вряд ли придется. Он содержит в себе вот этот Canvas, который с долгами был. Вы его можете заполнять, обсуждать, регактировать, представить время времени. Это очень удобно. Собственно, это стартап. Это просто ссылка на их основной сайт. Я думаю, еще об этом будут рассказывать больше. Есть книжка, прочитаете ее. Это будет полезно. Даже тем, кто работает в крупных компаниях, которые делают продукты, для стартапа будет полезен. И те таблицы, которые я приводил, это выдержки из примера того, что мы используем в качестве финансового инструмента в реальном Google Доке. Я изменил все цифры, но есть пример. Если вы хотите посчитать, как связываются формулы, как там что выглядит, это очень тупо на самом деле с точки зрения профессионального финансового директора. Но это может быть полезно тем, кто еще не является профессионалом финансовой области. Это вот ссылки на эти предметы. Ну и все-таки, наверное, все. Спасибо вам, Антон.